Ребятушки, всем привет! С вами Мухинсон77 и сегодня у нас очередные тактики. Сегодня все тактики на отыгрыш на агрессивную игру, так что сегодня поговорим о таких тактиках, как 4-4-2, 4-1-2-2 и 3-4-1-2. Так что не забываем лайкосик, поставить видосик, комментарии, отписаться и, конечно же, приготовить себе вкусняшек, налить чаёку и вперёд к просмотру. Ребятулечки, первая тактика у нас сегодня с вами 4-4-2, агрессивная на отыгрыш, если вы проигрываете и вам нужно срочно отыграться, пожалуйста, вот её настройки. Защитный стиль, прессинг при потере мяча, значит, по всей ширине 50, глубина 65. Розыгрыш, быстрый розыгрыш, голевые моменты, прямые басы, по всей ширине 60, игроков штрафной 7. Угловые штрафные, так как вы желаете вашей душе, переходим к указаниям игроков. Доноруми, выходить на навесы, играть последнего защитника, центральных защитников вообще не трогаю. Левый и правый защитник получают указания с забегания, больше ничего не трогаю. Горецкая и Багба, закрывать центр, все играют на балансе, остальные всё, ничего не трогаю. Дембеле и Решмард крайне, оставаться впереди, забегать за защитников, замыкать, навешать штрафную. И два центральных нападающих, оставаться в центре, забегать за защитников и оставаться впереди. То есть эта тактика полностью настроена на то, чтобы давить соперника. Пробуйте, надеюсь, что у вас получится. А мы переходим к следующей схеме. Следующая схемка у нас с вами 4-1-2-1-2-2-2, и вот её соответственные настроечки. Это те, кто любит узенькой схемочкой поиграть, так что вперёд. Значит, защитный стиль. Прессинг при потере мяча по всей ширине 45, глубина 65, розыгрыш мяча баланс, голевые моменты, прямые пасы. По всей ширине 45, тика-така. Вот, и игроков штрафной 7. Угловые штрафные, по вашему желанию, переходим к указаниям игроков. Значит, Донорому, потому что всё задрано. Выходить на вес, сыграть последнего защитника. Центральные защитники, ничего не трогаю. Левые и правые защитники оставаться сзади при атаке, больше ничего не трогаю. Горецко закрывать соперника, оставаться сзади, закрывать центр. Это сотничек. Значит, полузащитники, оба, полностью ничего не трогаю, остаются на дефолте, вообще ничего им не делают. Значит, Дембеле, оставаться впереди, больше ничего не трогаю. Маркус Решфорд, один из нападающих, который более-менее послабее, чем основной. Сбалансированная ширина, оставаться впереди, таргетмен. И Криштиану Роналду, которыми основные нападающие, забегать с защитников, оставаться впереди. Юзайте, пробуйте, надеюсь, вам понравится. А мы переходим к следующей схемке. И следующая у нас на сегодняшнюю схемочка, это 3-4-1-2. Задушить, задавить, растоптать, так сказать. И вот её настроечки. Защитный стиль, прессинг при потере мяча, по всей ширине 50. Глубина 60. Розыгрыш быстрый. Голевые моменты баланс. По всей ширине 60. И игроков штрафной 6. Угловые штрафные, по вашему желанию. Переходим к указаниям. Донорума, значит, у меня выходить на вес, сыграть последнего защитника. Центральные защитники, ничего не трогаю. Горецкая, оставаться сзади при атаке, закрывать центр. Пакба тоже самое. Дани Алвиш слева и права. И вингеры, они же защитники, вернутся в защиту. Играть на фланге, забегать за защитников. Значит, Дембеле под нападающими. Ничего не трогаю. На балансе. Фикир оставаться в центре. Оставаться впереди. И то же самое у Криштиану Роналду, у вашего второго нападающего. Надеюсь, вам эти схемки очень сильно помогут. Если вам вдруг помогли, напишите, какая из них вам больше всего зашла. Ребятулечки, я надеюсь, эти тактики вам помогут. И вы будете отыгрываться в сложных для вас ситуациях. А так, не забываем подписываться на канал. Ставить лайкос видосу. Пишите в комментариях. В общем, всем спасибо. Всем пока. Увидимся на стриме. Ссылочка на стрим в описании. Либо в следующем ролике. Ссылочка на стрим в описании.